Мнение пермского экономиста о продаже долларов и покупке акций на фоне обострения конфликта на Украине узнаем прямо сейчас. На связи со студией РБК Перм Евгений Иванов, брокер, управляющий пермским филиалом БКС. Евгений, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Ну вот сегодня, наверное, самые частые вопросы, которые интересуют пермяков, которые в том числе к вам обращаются. Стоит ли продавать доллар сейчас, у кого он есть? Я думаю, что если есть доллар сейчас плюс-минус на руках-счете, то продавать его не стоит пока. Почему? Потому что это очень хорошая защита, первое, от изменения курса, понятно доллар рубль, второе, потенциальная защита от растущей инфляции. А упадет ли еще рубль? Вот ваш прогноз. Ну, давайте так, на каком-то коротком промежутке времени, мы даже сейчас на бирже видим, что доллар начал снижаться последние два часа, начал снижаться по отношению к рублю. Но вопрос в том, упадет ли рубль по отношению к доллару. Я думаю, да, мы еще увидим движение вниз рубля по отношению к доллару. То есть это интервенция, правильно, сказывается? Сейчас, да, сейчас сказывается интервенция. Мы покупаем государство, правильно так сказать, да, там мы сейчас не будем говорить, ЦБ, Минэкономразвитие и так далее. Государство продает доллары, выходит в рубли, и, соответственно, это дает снижение доллара в моменте. Акции крупнейших компаний сегодня тоже там в среднем упали на 50%. Что делать? Какие ваши советы? Скупать акции или это приведет к перегреву рынка? Первое, да, падение было большое достаточно. Сейчас пытаются рынок отыграть обратно, скупать акции сейчас или нет. Я думаю, в данный момент нет. По одной простой причине. Сначала была паника с утра на падение, потом паника на рост. Сначала страх, потом жадность. Давайте дождемся, когда мы немножечко поймем ситуацию, хотя бы немного она остановится, не будет вот таких сильных движений на рынке в 20 и больше процентов. И после этого будем принимать решение, заходить в рынок сейчас российский или не заходить. Ну, и, наверное... И, по вами, если коротко ждать, давайте будем подождать. Ну, и, наверное, да, тоже такой вопрос, который интересует сейчас простых людей. Цены на продукты, ждать ли нам повышения и как скоро? Ну, смотрите, давайте там не будем ходить кругами. Мы очень зависимы, конечно же, от... Нас не получилось импорта заместить на все 100%. Я даже не знаю, получилось ли там условно на 50 это сделать. Но в любом случае оборудование, даже если мы производим сами, оборудование это европейское. То есть, иными словами, не мы производим оборудование. Для того, чтобы поддерживать процесс производства сельхоз, например, продуктов в том числе, нам необходимо покупать на Западе те или иные детали. И, соответственно, изменение курса доллар к рублю, евро к рублю приводит к тому, что товар, скорее всего, будет дорожать. Это первое, это изменение курса. Второе, еще раз не забываем, инфляция. Да, я думал, что будет изменение. Даже выше в Пермском крае, чем по России. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за такой ликбез, что делает сейчас тем, кто хочет покупать доллары. Но я напоминаю, что с нами на связи был брокер Евгений Иванов, управляющий пермским филиалом БКС.